Всем привет! Добро пожаловать на канал Стас Кобальт. С вами Кобальт. Сегодня хотел бы поговорить об игре Crossout. Хорошая игра, хорошая игра, сразу говорю, но начала портиться. Хочу озвучить какие-то проблемы сейчас. Но начну сначала с приятного. Игра вообще неплохая. Достойный конкурент и танкам, достойный конкурент и тундре, и другим каким-то проектам, там, Армата и так далее. В свое время очень была она прямо-таки здоровская, прям свежий глоток воздуха. Почему? Потому что игра такая вот, она была ненавязчивая. То есть, сами построили там машинку и сами идете в бой. То есть, да, контента мало, вот, и поэтому, как бы, быстрая прокачка. Потом была такая проблема, что, допустим, там, зачем было прокачивать какие-то пушки тяжелые, да, там, устанавливать их. Если вы могли поставить, допустим, три осы, три осы даются там на первых уровнях, да, и могли спокойненько всех нагибать. Поэтому я говорю, что вот такая была проблема. То есть, на первых уровнях вы могли нагибать оружием каких-нибудь, кто играет уже на таком сложном там оборудовании, ну, там, на самом последнем, да, там, на этих пушках, там, на огнемете и так далее. То есть, вот это была проблема. Мало контента, прокачка какая-то несбалансированная была. Вот. Ну, на это, как бы, хотелось закрывать глаза. Почему? Потому что игралась она здоровски. Стрельба была такая налаженная. То есть, снаряд летел по заданной траектории. Ну, и сейчас летит. То есть, проблем вообще с этим не было. Без читов, даже если там читы какие-то устанавливались, да, ну, она, как бы, ну, игралась и без читов нормально. Я сам играл. По пять читов делал спокойненько. То есть, восемь на восемь я делал лично сам. По пять человек я гасил. Ну, да, там есть боты. Там они прям сразу, они выделены, да, там, прям видно по никнейму. То есть, там видно, что восемь человек заходят. Из них пять человек. Три-четыре это боты, да. Вот. Но, тем не менее, играть было классно. И можно было по, допустим, ну, по пять человек я гасил спокойненько. То есть, вот такая вот игра класс, классная. Вот. Записываю видео сейчас. Почему? Потому что вчера заходил. Что стало с игрой? То есть, она превратилась в какой-то, не знаю, в какой-то вот совсем изменилась. То есть, стала вообще неузнаваемая. Вот. То есть, я сам удивился, как разработчики могли там за пару там каких-то вот дней, ну, буквально там за месяц, за два, то есть превратить игру в непонятно что. Вот этих, то есть, гайджины, да. То есть, выпустили гайджины, я там, не знаю, Taking какая-то Games эту игру сделала. Выпустили, ну, гайджины, да. То есть, вот эти гайджины, они, то есть, они вообще, не знаю, ни зачем не смотрят. Но еще одни ВГшники, да. То есть, вы скажете, вот, я же только там ВГ эту критиковал. А теперь вот этих вот я буду критиковать. Да, чтобы вы не думали, что вот я этих ВГшников критикую, что вот я какой-то там, может, подставной. Вот. То есть, я критикую всех. Если мне это не нравится, я высказываю свое мнение. Вот. Поэтому я говорю, что из такого просто новаторского прям, ну, успешного проекта, они испортили игру, я считаю. То есть, вместо того, чтобы им чуть-чуть там наладить какой-то баланс. Ну, баланс там и так был, говорю, налажен. Там по времени, то есть, то, что бои, очень быстрые бои были. Ну, чуть-чуть там можно было удлинить эти карты, чуть-чуть удлинить. Ну, как бы сделать их больше, да. Вот. То есть, как привести игру в порядок. Вот. У нас получается, что на данный момент, смотрите, выпущена новая фракция, которая просто списывает все это оборудование, всю эту технику, которая у вас там, да. Все эти томосы, все эти пушки, они просто становятся бесполезными. Почему? Потому что вводится, ввелось новое оборудование по этой фракции. Просто нереальное. Какие-то летающие машины появились. Это вот называют их ховеры, да. Ховеры. Вот у меня на экране это вот ховер, да. То есть, теперь они, машины, они летают. Самонаводящееся оружие просто имбовое. Причем они так несбалансированы, что просто при наведении какого-то оружия ты даже не успеваешь за, ну, навестись, как он просто как летающая тарелка улетает от этой, от цели, да, там вот. То есть, ты целишься и стреляешь мимо. Вот. И все на этих ховерах какая-то вот летающая, говорю, игра летающая тарелка, что ли. Превратили игру в летающую тарелку. То есть, я вчера зашел, у меня чуть глаза на лоб не полезли. Что стало с этой игрой? Просто какой-то кошмар и ужас. Вот. Свою игру они испоганили до неузнаваемости. То есть, ВГ там еще, может, даже рядом с вот с этими, не стояло, с этими гайджинами. То есть, что они сделали, это как она была и как сейчас стало, это две больших разницы. То есть, игра, которая многим нравилась, всем нравилась. Даже сейчас, вот, я смотрю, какие-то стримят, пытаются люди стримят, да. Там раньше стримили, там, и по 78 человек сидело, смотрело. Ну, во всяком случае, может, боты, не боты. Но, тем не менее, я смотрел, что, ну, люди как бы интересовались этой игрой. То сейчас, вот, стримя даже этот кроссаут, то сидит 5 человек, 2 человека. И практически даже нет, никто не, это самое, уже интерес к игре пропадает. Все из-за вот этой новой фракции. То есть, там просто нереальное вот это вот оборудование, просто нереальное. Дисбаланс этого оборудования и техники просто нереальный. Вот. Раньше там была только проблема с дронами, да. Там дроноботоводство, как я говорил, что она дроноботоводство. То есть, там дроны, которые тебя убивали, да, за считанные секунды. Ну, я думал, что ладно, это проблема, они решат этих дронов, они порежут и так далее. Вместо этого вводится просто нереальная фракция. И игра переворачивается на 180 градусов и просто становится практически неиграбельно. Вот. Так что, мне просто самому очень неприятно. Почему? Потому что я на эту как бы игру не рассчитывал. Как бы думал, что она будет, ну, улучшаться. Вместо этого она настолько ухудшилась, что я даже не знаю, буду я в нее играть или нет. Вот. Скорее всего, нет. Вот из-за этой новой фракции. Хотел сделать какое-то видео, как по 5 человек там легко убивать, да, 8 на 8. По 5 человек ты в ней убиваешь спокойненько. То есть, вот, мне многие там, кто-то там говорил, да, вот ты там, у тебя там 45% на аккаунте. Хотя у меня на аккаунте 55%, они их не знают. Просто люди говорят, что вот, там это самое, вот ты ушел, потому что там это, с этих танков. Да, я не ушел с этих танков. Просто я говорю, что игра стала не такая, какая она была. Это раз. А во-вторых, вот на примере этого красаута я просто даже хотел записать видео и показать, что вот, как там играется. И как просто кривые руки там или прямые руки, как там спокойненько играется, как там приятно играется, как там играется и убиваются люди по 5, по 10 фрагов. Ну, по 10 ты не сделаешь, по 5, по 3, по 4 фрага там 8 на 8, да. Спокойненько, спокойненько ты делаешь, да. Вот, это не танки, я говорю, что там было это все, как бы спокойненько реализовано и без счетов и так далее. То есть, были такие вот плюсы. Но сейчас я говорю, что эта вот игра стала вот такая, что сам я был расстроен и вчера хотел сделать какие-то там эти вырезки. Там уже эту программу установил по, ну, по записи гейминга своего. Хотел выкладывать это все, а теперь это все, естественно, делать невозможно. Ну, буду делать по папку, там буду какие-то видео выкладывать. Но в этой игре уже, по-моему, все. Нам ничего не светит. Так, всем всего доброго, с вами был Кобальт. Пока.